ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нижнекамец обвиняет тренера по волейболу в поборах. Некачественный капремонт. Вот посмотрите, пожалуйста, как делают наши рабочие бесплатно. Вот смотрите, вот я нажимаю, оно нажимало полностью за это. А здесь 5 миллиметров. Жители спортивной 13 подозревают коммунальщиков в мошенничестве. Министерство образования предупреждает. Десятый класс для всех желающих. Поцарапал и скрылся. Утром позвонили мне, соседи сказали, там весь двор поцарапан. Вот так узнал. Машина новая, ни царапины нету. А что еще? Полицейские ищут того, кто испортил 10 машин на Мира-23. Раритетные и родные. Сегодня, конечно, как увидела эти вагоны, прямо в сердцах было. Потому что молодые годы прошли на этих вагонах. Какая судьба ждет эти вагоны? Об этом и не только в итоговом выпуске новостей. В студии для вас работаю я, Алсу Юматова. Здравствуйте. Страсти вокруг волейбольной секции накалились сегодня. В редакцию обратился папа одной из воспитанниц. Он утверждает, что из-за того, что он не заплатил добровольный взнос, тренер отстранила его дочь от тренировок. После этого девочка решила покинуть лагерь Олимпийц. Айгуль Ебловская выслушала все стороны. 2000 рублей стали камнем преткновения между Алексеем, его дочерью и тренеру по волейболу. Со слов мужчины, наставница дочки перед заездом детей в лагерь Олимпийц попросила родителей сдать ей деньги. Стоила путевка 2700 рублей. Она пояснила в Гатсапе записке, что остальные деньги это на ее работу тренером, психологом. И типа, кто не хочет, тот не едет. Я говорю, у нас денег нет на данный момент, но мы отдадим. Ну, не подействовала вообще никак. Информация о сборе 2000 подтверждается перепиской родителей с тренером, где она поясняет, что эти деньги платят наставнику за работу в лагере воспитателям, врачом, психологам и так далее. Также добавляет, если кто против, можете не отправлять детей. Это сообщение родители начинают бурно обсуждать между собой, называя происходящее поборами и пишут, что платить не собираются. Однако по истечению времени некоторые из родителей отписываются, что деньги все-таки сдали. Но в интервью одна из тех, кто написал о том, что сдал средства, уверила нас в обратном. Вы 2000 сдавали? Нет, я не сдавала. Точно. Я единственное, что могу подозревать, если вдруг даже о каких-то деньгах шла речь, единственное, что Альбина Загитовна на последнем собрании родительском говорила о том, что мячи все выдаются, все выделяется. Просто она немножко так тоже. Родители должны участвовать в жизни ребенка и вообще помогать тренеру. Не лично, деньгами. Она лично никогда. Я говорю, за 4 года мы ни копейки ей лично не сдали. Чтобы расставить все точки над «и» мы решили узнать все у тренера по волейболу Альбины Граханцевой. И вот как она пояснила, на что собирали эти деньги. Это потому, что бесплатно работать здесь есть. Но эти деньги, они на что уходят дополнительно в 2000? Ну, на инвентарь, на затраты. Команды, которой никто не помогает. А это как-то через квитанции были выплачены или наличкой? Вы ко мне подъезжайте, я вам все объясню, хорошо? Однако позже встретиться с нами она отказалась. Зато этим делом заинтересовались сотрудники прокуратуры, которые в ближайшее время начнут проверку по данному инциденту. Айгу Либлонская, Рафаэль Ракипов, Максим Липин, Новости НТР. Строгое внушение сделало Министерство образования науки директорам школ, которые отказываются принимать в 10 класс всех желающих детей. Это нарушение конституционного права на общедоступное образование строго напомнило Министерство забывшим. Ведомству уже поступило большое количество обращений от татарстанцев о том, что девятиклассников не берут в 10 класс. Начальникам управления указано провести разъяснительную работу с выпускниками 9 классов и их родителями. Как пояснили в пресс-службе, в последнее время министру Энгелю Фатахову поступает много сигналов от родителей, возмущенных тем, что их детей не берут в 10 класс. К прокуратуру республики также уже обратились возмущенные родители. Из Нижнекамска обращений не поступало. Напомним, что в этом году не все девятиклассники смогут пойти в 10-е. Из двух с половиной тысяч выпускников только тысячи останутся в школах. Связано это с тем, что сейчас в 10-х классах будут работать только профильные классы. 27-летний нижнекамец был осужден за дачу взятки полицейскому. Суд состоялся в Новошашминском районе. Из материалов дела следует, что нижнекамцы остановили сотрудники ГИБДД за превышение скорости и попросили предъявить документы. Но оказалось, что у задержанного их нет, он уже лишен прав. Тогда мужчина предложил инспектору ГИБДД взятку в размере 10 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и задержал водителя на суде. Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Приличный ущерб нанес неизвестный сразу десяти владельцам автомобилей. Этой ночью злоумышленник поцарапал машины, стоящие во дворе дома Мира-23. Водители в шоке. Они уже подсчитывают ущерб. Все подробности в сюжете. Мы еще тем более здесь не живем. Мы квартиросъемщики. Казань, приехали сюда на работу. Вчера только заселились вечером. Мужчина в шоке. Его иномарка пострадала больше всех. Огромная царапина на всем левом боку. Такие же повреждения и на других автомобилях. Сегодняшнее утро стало недобрым для десяти жителей дома Мира-23. Утром позвонили мне соседи. Сказали, там есть двор поцарапанный. Вот так и знал. Машина новая. Ни царапины нету. Остроились. Пострадавшие сразу же вызвали участкового. Пока ждали, начали проводить собственное расследование. Как выяснилось, около трех часов утра один из соседей выезжал со двора. И никаких царапин на машинах не видел. После двух ночи, ну уж дети не ходят явно, это явно какой-то взрослый человек совершил. Во дворе находится детский сад и на нем установлена видеокамера. В поле зрения, этот двор или нет, предстоит проверить сотрудникам полиции. Сегодня они сняли отпечатки пальцев с машин и подробно опросили пострадавших. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Айгули Блонская, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Неработа, халтура. Так оценивают капитальный ремонт фасада жителей дома по улице Спортивная 13. Более того, люди подозревают, что без мошенничества не обошлось. В ситуации разбиралась Наталья Лушникова. Спортивная 13 этому дому более 40 лет. Но такого большого ремонта здесь еще не было ни разу. Однако, по мнению некоторых жильцов, и в этой бочке меда есть ложка дегтя. Вот посмотрите, пожалуйста, как делают наши рабочие бесплатно. Вот смотрите, вот я нажимаю, оно должно полностью за это. А здесь 5 миллиметров. Вы показающие, вам что ответили? А и так сойдет, замажешь этим поролоном, потом наклеишь сюда. А мы вам бесплатно делаем. Не верит Сергей Владимирович и словам подрядчикам, что в комплекте к новым балконным рамам не идут москитные сетки. И их нужно покупать в частном порядке. Мужчина уверен, налицо факт мошенничества. Если ты хочешь подешевле, мы тебе без договора подешевле продадим эти сетки. Рабочие сказали, бригадир. Меня это возмутило. Я понял, что москитные сетки где-то существуют. Они в смете должны быть заложены. Я считаю, что это мошенничество на 99%. Удивление. Вот что вызвали наши вопросы у начальника участка подрядной организации. С Сергеем Владимировичем он разговаривал накануне. И ни о какой проблеме с рамой тот не говорил. Решить же ее оказалось очень просто. Это не проблема, когда вам какое удобное время. В понедельник, раз вы дома будете, ребята подойдут отрегулировать. Просто в процессе ремонта идет. Но это вы мне обещали. Это мы сделаем сюда. Покрасить все, зашпакливать. Зашпакливаем, покрасим. А то я только покрасил. Это все устранится, все сделаем. Ну ладно. Все? Спасибо. У Анны Алексеевны балконные рамы не меняли. Свои хорошие. Но претензии есть и у нее. Женщина не понимает, почему балконы и лоджии в одном доме обшивают по-разному. Они говорят, лоджии обшиваются, а балконы нежилые помещают. Помещение не обшивается. Мне это непонятно. Разъяснили подрядчики. Все работы ведутся в соответствии с генпланом. Это утвержденный уже план. Есть. Его утвердили. То есть балконы, которые выступают, будут обшиваться металлосайдингом. Лоджии будут обшиваться, уцепляться. А вот обвинение в мошенничестве. Заявление куда серьезнее. Доказательство смета. Ее управляющая компания готова показать всем сомневающимся. По спортивным 13 у нас проводится капитальный ремонт. Ремонт фасады с утеплением. Замен на балконный храм. То есть по смете, москитной сетке по смете не проходит. Наталья Лушникова, Ренат Харасов. Новости НТР. В социальной сети взорвала информация о жительнице Нижнекамска, которая сейчас бомжует в Самаре. Пользователи интернета разыскивают родственников молодой девушки. Одна из жительниц Самары выложила ее фотографии в интернете и рассказала, что бездомную зовут Вика. Ей 24 года и родом она из Татарстана. Спит девушка на лавке во дворе в советском районе Самары, а сочувствующим лишь отвечает, что ей полезно бывать на свежем воздухе. Нам удалось выяснить, что девушку зовут Виктория Галиулина и ее родные уже выехали за ней. Также некоторые из ее знакомых написали, что девушка два года назад стала мамой и уехала в Казань. После этого связь с ней была прервана. Десять лет лишения свободы получил комполянец, который во время ссоры нанес несколько ударов ножом своей сожительнице, отчего та скончалась на месте. Случилось все в комполянах весной этого года. Сегодня вынесли приговор. Как подсудимый объяснил свой поступок, расскажет Вадим Струминский. Ваша честь, преступления у меня не готовы, умысла на убийство у меня не было. Все произошло в результате явной меньшей ссоры. Когда я осознал, что произошло, я вызвал полицию, продолжит свое последнее слово подсудимый. А произошло страшное. В марте этого года 44-летний комполянец распивал спирт со своей сожительницей. Дело шло к утру, пара собиралась лечь спать. Однако на бытовой почве у них возник конфликт, который закончился трагедией. Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый нанес женщине 7 ударов ножом в область головы и грудной клетки. От полученных травм она скончалась на месте преступления. Далее мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Действия комполянцы квалифицировали по статье 105-й. Убийство. Во время последнего слова подсудимый раскаялся в содеянном. Вину свою признал. Однако убийство – не единственная статья, по которой обвинялся мужчина. После задержания, получается, подсудимого, в ходе осмотра места происшествия, у него в квартире были обнаружены патроны, которые он незаконно хранил у себя дома, и которые уже были взяты. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов. Сегодня был вынесен приговор по этому делу. Суд признал комполянца виновным по двум статьям. 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима – окончательный вердикт. Страна обвинения считает приговор справедливым, а вот осужденный намерен его обжаловать. Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов, Ринат Харасов. Новости НТР. Вернулись на родину. Сегодня в Нижнекамск привезли два ретро-трамвая, выпущенные в свое время Рижским вагоностроительным заводом. Один из них станет музейным экспонатом. А вот какая судьба ожидает второй вагон, расскажет наш корреспондент. Нурлобяка Халюкова выходила в линию на таких вагонах еще 36 лет назад. И испытывала гордость. И это несмотря на то, что они существенно отличались. Когда мы начинали работать на этих вагонах РВЗ-6, сидения не такие были. Были дермантинами обшиты железными этими краями, и потолки недеревянные. И на полу не было линолеума, был резиновый покров, как положено трамваем. Первые 20 вагонов привезли в Нижнекамск еще 50 лет назад. На линию их пустили в 1967 году. В 1981 по городу курсировали уже 39 трамваев. Позже их вытеснил Усть-Катавский транспорт. А этот вагон списали и передали другим городам. Эти вагоны остались всего, я изучал полностью. В Владивостоке, Хабаровске, Эстонии и в Казани были. Вот после этого мы обращались уже с просьбой, чтобы вернуть историю городу. Сегодня, конечно, как увидела эти вагоны, прямо в сердце ахнуло. Потому что молодые годы прошли на этих вагонах, работали. Все молодые годы. Судьба одного трамвая уже решена. Он станет музейным экспонатом и будет вновь и вновь переносить жителей в прошлое. У меня мечта, конечно, этот трамвай восстановить и выпускать, возить первых, кто стоял на истоке трамвайного движения. Там у нас первые пассажиры были с первой школы. Второй вагон, возможно, будет курсировать по городу. Его уже готовят к разгрузке. Сейчас присоединяют стропы. Утром как бы привезли вагоны, да, все идет до подготовительной работы. Все эти работы выполняются. Вот то, что уже сейчас насыпляем, все приготовили. Начинаем этот подъем. Мечты сбываются, возможно, в ближайшем будущем. Горожане смогут увидеть этот трамвай на улицах нашего города. Это Лилия Загрудинова, Максим Липин, Новости НТР. Нижнекамцы приняли участие в Сабантуй, который прошел в подмосковном Домодедово. Наши артисты совместно с Новошешминским районом организовали малый Сабантуй. Перед гостями выступали артисты из ансамбля «Сафар» и театра танца «Второе дыхание». Не обошлось без национальных игр. В гости праздника услышали татарские песни и увидели танцы. Жители Москвы и гости жителей Москвы очень любят национальный праздник Сабантуй, ждут с нетерпением. Любят национальные ретро-песни 60-х, 70-х, 80-х годов. Очень любят песни под баян и вообще любят живую музыку. Ну а уже сегодня нижнекамские артисты вовсю репетируют в Нижнем Новгороде. В субботу там пройдет федеральный Сабантуй. И сегодня Айдар Медшин провел в Нижнем пресс-конференцию. Наша съемочная группа присутствовала на ней. Подробности далее. Люди, проходящие мимо стадиона «Локомотив», уже несколько дней слушают национальные татарские песни, которые то и дело прерываются советами режиссеров. Времени на подготовку мало, корректировки вносят не только постановщики праздничного пролога, но и погода. Знойная жара сменяется проливными дождями. Но, как признаются организаторы, это не сможет помешать проведению федерального Сабантуй. Ведь с берегов Камы на берег Волги отправились только профессионалы. Готовим, конечно же, невероятный праздник. И надеемся, что этот праздник принесет всем зрителям отличное настроение и зарядит надолго жизненным позитивом. Нижний Новгород нас замечательно встретил. И, конечно же, мы привезли им красочный, яркий, красивый праздник Сабантуй. В Нижний Новгород приехала большая делегация из Нижнекамска, порядка 400 человек. Это артисты, повара и сотрудники музея, которые представят экспозицию из более чем 200 экспонатов. Эти предметы старины должны показать жителям столицы Поволжья, как жили предки современных татар. Выставка будет располагаться в татарском подворье, которое должно удивить нижегородцев. Мы хотели бы, чтобы люди насладились этой возможностью. Очень важна атмосфера этого праздника. Она такая, знаете, добрососедская, она внутренне гармоничная. Это очень важно. Нижнекамцы проводят федеральный Сабантуй же в 16-й раз, в Нижегородской области – второй. Но это не значит, что ее жители увидят похожую программу, ведь нижнекамцы умеют удивлять. К тому же оценивать таланты наших артистов и спортсменов будут жители и других регионов России. 46 субъектов уже заявились. Приехать к нам делегации достаточно представительные. Порядка полутора тысяч человек. География участников очень большая. От Сахалина до западных границ нашей страны, от Мурманска до Крыма. Татарским колоритом Нижний Новгород будет наслаждаться два дня. 15 июля пройдет торжественный прием от президента республики Рустама Миниханова, где выступят лучшие артисты Татарстана. А уже 16 июля Айдар Медшин примет участие в закладке фундамента памятника, который установят в честь творческих людей Нижнего Новгорода. А потом начнется открытие праздника плуга, где для абсолютного батыра приготовлен баран и фольксваген Поло. А всех пришедших угостят чак-чаком в 200 килограммов. Вадим Струминский, Александр Комаров, Евгений Лызаев. Новости НТР. Тем временем читатели Нижнекамского времени продолжают искать секретный код. Эту акцию журналисты проводят в преддверии 50-летнего юбилея Нижнекамска. В каждом номере есть задание, в котором говорится об одном из объектов города. Читателям нужно понять, о каком именно идет речь. В последнем номере речь шла о здании роддома. Там и был спрятан код. Его нашла девушка со своим молодым человеком. Задание они смогли разгадать сразу, а вот спрятанный код пришлось поискать. Победители получили подарки от спонсоров. Узнала я вообще об этом задании, когда купила газету, тогда еще третье задание было. Вот и решила поучаствовать. Участвовала с молодым человеком. Разгадывали на пару. Было нетрудно. Место нетрудно было отгадать. А вот код было трудновато найти. С учетом того, что мы не знали, чем он написан, каким размером он написан и где он может быть вообще. Новое задание уже в свежем номере еженедельника. Нижнекамское время. А на этом моя часть выпуска подошла к концу. Информационный блок продолжит мой коллега Кирилл Давкаев. Здравствуйте. До старта КХЛ осталось всего 5 недель. У меня есть свежие новости из Танхоккейного нефтехимика. Какие именно, через пару минут расскажу. Ну, я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что были на телеканале НТР. Увидимся завтра в 10 часов утра. Всего хорошего. Сегодня в новостях спорта. Нижнекамский шиник сыграл против Бугли Морунака на Кубке Татарстана. Фнелла публиковала символическую сборную первого тура. Кто попал в состав? Об этом не только сразу после рекламы. Компания Дидека предлагает по доступным ценам и в широком ассортименте натяжные потолки. Внимание, новинка. Резные натяжные потолки. Это технология, позволяющая создавать новые шедевры в декоре потолка. Телефоны 987-205-9300 и 48-53-00. Свежий и вкусный натуральный башкирский мед в магазинах «Медовик» по отличным ценам. Приглашаем на дегустацию. ТЦ «Аркада», ТЦ «Барс» и ТЦ «Шатлык». Отличник! Получи свои деньги обратно. Автоцентр «Автоледи» возвращает деньги за обучение всем, кто сдаст экзамен с первого раза. Итак, дай экзамен отлично и... Мы вернем тебе стоимость теоретических уроков. Подробности по телефону 8-917-879-3535. Автоцентр «Автоледи» за грамотных водителей. Одолевают комары? Отпугиватель комаров, мух и мышей всего за 320 рублей. В магазине «Тысяча мелочей». Торговый дом «Мелита», проспект Мира, 105А. Ремонтируем компьютеры, ноутбуки, принтеры. Покупаем БУ-компьютеры на запчасти. Магазин «Сервисный центр» Технорай. 36-33-40, компьютеров 30-50-30. В связи с открытием новой торговой точки «Техноколор» при заказе распашных окон, первым десяти покупателям «Москитная сетка» в подарок. Торговый центр «Барс-1». Телефон 8-937-626-09-16. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. Автоматические ворота, рольставни, шлагбаумы в Нижнекамске. Продажа, установка, обслуживание. Ворота «НК». Большое Афанасово, Пролетарское, 49. Телефон 987-42-43-999. Внимание, внимание! Говорит Казань. Последние автомобили «Ниссан» с выгодой до 150 тысяч рублей. ПТС в наличие. Подробности в автоцентре «Марка» на Чуйково 54Б. Звоните. Четыре пятерки, три единицы. Деньги под заем авто или ПТС. Автоломбард на «Лесной». 48-37-73. 16 июля в 10 утра. Открытие огромного супермаркета одежды и обуви из Европы. Секонд-хенд. Мега-хенд. Более 900 квадратных метров мужской, женской и детской одежды, обуви. А также текстиля и домашнего обихода. ТК «Олимп», третий этаж. Выгодное предложение от магазина «Тысяча мелочей». Растягивающийся поливочный шланг 15 метров всего за 299 рублей. В наличии и другие размеры. Магазин «Тысяча мелочей». Проспект Мира, 105А. Здесь все станет либо чистым, либо суперчистым. Обычно чистящее средство не разговаривает. Но в Эссен возможно все. Чистящее средство «Санфор» «Универсал» 750 граммов 3990. Только с 12 по 18 июля. Эссен. Поздравление. С юбилеем, любимый город! Пожелание. Живи, цвети, любимый город. Для горожан, для всех, для нас. Признание. Вы любите свой город. Он очень красивый, зеленый, чистый. Эстафета поздравлений продолжается. Присоединяйтесь и вы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин На телеканале НТР обзор спортивных новостей. Игрок футбольного нефтехимика вошел в символическую сборную первого тура первенства России по футболу по версии Футбольной национальной лиги. Им стал капитан Нежникамцев Сергей Морозов. Всего же в список лучших футболистов стартового игрового дня нового сезона попали представители девяти команд. Первый – нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, принявший самое непосредственное участие во всех трех голах своей команды в воротах Тюмени. Другой игрок сборной – также «Динамовец» Иван Темников. Еще дебютант ФНЛ «Клуб Тамбов» представлен в составе двумя футболистами – Олегом Смирновым и Олегом Чернышевым. Места центральных защитников за собой застолбили Сергей Морозов и Андрей Буйволов, выигравшие 92 и 91% единоборств соответственно. В продолжении темы поговорим о Кубке Республики. Нежникамский шинник в рамках 1-4 финала на выезде провел вторую игру против Бугульмы Рунака. Противостояние действующих чемпионов и вице-чемпионов Республики стало на этой стадии одним из самых интересных. В первом матче победу праздновали бугульминцы. Преимущество хозяев от первого матча было сведено на нет еще в первом тайме. На 38-й минуте Илья Михайлов точным ударом вывел шинник вперед. Счет 1-0 в пользу гостей держался практически до самого конца. На 90-й минуте матча игрок-хозяев отправил мяч в ворота гостей и этим голом вывел свою команду в полуфинал. К новостям из мира хоккея. Джефф Тейф не будет защищать цвета нефтехимика в следующем сезоне. Хоккеист заключил контракт с клубом Слоун, сообщает интернет-портал sports.ru. Минувший сезон для американского нападающего стал дебютным в континентальной хоккейной лиге. За нефтехимик форвард выходил на лед в 56 играх регулярного чемпионата, в которых записал на свой счет 12 забитых шайб и оформил 14 результативных передач. В играх плей-офф Джефф Тейф принял участие в четырех матчах и отличился одной заброшенной шайбой. Футбольный нефтехимик готовится к первому домашнему матчу. В рамках второго тура чемпионата футбольной национальной лиги подопечный Рустема Хузина примут игроков Хабаровского СКА. Дебют наших футболистов в первом дивизионе оказался удачным. Нижнекамцы в Красноярске одержали верх над местным Енисеем. Единственный гол в матче забил на подачу Никита Сурков. СКА Хабаровск в первом туре на выезде встретились с командой Тамбов и с разницей в два мяча потерпели поражение. До игры нефтехимик СКА Хабаровск остался один день. Матч пройдет в субботу на футбольном поле стадиона Нефтехимик. Начало игры 18.00. Вход свободный. Приходите поболеть за нашу команду. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта интертифиз24.ру. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 15 июля. Ночью плюс 16 градусов. Утром плюс 22 градуса. Ясно. Днем плюс 25 градусов. Малооблачно. Вечером плюс 20 градусов. Ясно и без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью от 4 до 6 метров в секунду. Влажность воздуха 50 процентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин